Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на мой канал Мир Голоса! И в этом видеоуроке вокала мы с вами будем разбирать интересный аспект вокальный язык. У меня есть другое видео на канале, которое называется вокальный рот. Во втором видео на этом же канале вы можете увидеть вокальная диафрагма, куда движется диафрагма. И вот настало время еще одного движущего элемента вокальной механики, который называется вокальный язык. И я представляю себе, сегодня для меня будет довольно трудная съемка, потому что я постоянно буду вам показывать свой язык. Но не думайте, что это злонаверенно. Я буду это делать только из соображений физической демонстрации. Как это получится, посмотрим. Я еще сама не знаю. Вы мне помогаете там, на той стороне экрана. И, пожалуйста, можете взять даже какое-то зеркало, чтобы тоже экспериментировать с положением языка. Нам понадобится сейчас наше и внутреннее воображение, и также внешнее, как это выглядит. Вокальный язык – это мышца, которая вообще играет очень важную роль в вокализации, в артикуляции, да, и даже в тембре звучания. Положение языка и положение корня языка, как самый актуально, самый тяжелый и самый зажатый, я бы даже сказала, мышцы в нашем вокальном аппарате. Вот это вот, этот комплекс, он просто может значительно поменять и ваш тембр, и диапазон голоса, и даже помочь или испортить такие вещи, как переходные ноты. Да, то есть много аспектов завязано именно на языке, на том, как он, какое положение он занимает, как движется его корень, а также насколько глубоко язык находится ближе к гортани или, наоборот, высунуть ближе наружу. Ну, то есть все это мы попытаемся сегодня в кратком изложении проработать. Вы наверняка замечали, если смотрите видео о вокалистов, особенно профессиональных вокалистов, и мы можем обратить внимание, что американские звезды, у них всегда виден язык. Вот если вы посмотрите, я попытаюсь найти правильные фотографии, чтобы вам это продемонстрировать, у них всегда виден язык. Конечно, это является особенностью вообще самого английского языка, как такового, да, у них расслабленная всегда нижняя челюсть и расслабленный язык, вот, но это также является составляющей самого сетапа для такого жанра, как белтинг, или это бродвейский стайл, да, или это блюз, ну, все замешаны на языке, который расслабленно лежит либо посередине нейтрально, либо даже чуть-чуть выпирает вперед. Поэтому я стала интересоваться, это такая особенность у них, так вот, само по себе, или такая постановка вокальная. На самом деле, да, это постановка вокальная, которая, вот мои исследования привели меня к тому, что даже не только для вокалистов, но и для дикторов, и тех людей, кто занимается работой с голосом, именно профессионально, начинается с того, что язык должен быть расслаблен, и вы должны научить себя работать без языка. Это звучит очень странно, для многих практические решения этой задачи заводит их в тупик, но сломать эту привычку, нормальность, сломать ее, наша задача. Как же это сделать? Ну, самый простой прием, которым пользуются актеры на уроках актерской речи, и также пользуются преподаватели вокала, в том числе и я, когда это необходимо. Не для каждого ученика я это подбираю такое упражнение, или те упражнения, которые мы сейчас будем делать, только если нужно. Некоторым, например, это упражнение может только навредить. Но в нашем случае мы сейчас будем просто, это как такая у нас будет лаборатория, да, вокальная. Мы попытаемся создавать эти звуки, запоминать эти ощущения, и потом выбирать, что для нас сейчас приносит пользу, а что вред. Таким образом мы можем отсортировать необходимые, как бы, триггеры такие для себя, чтобы улучшить качество своего голоса. Подготовительным упражнением будет простое упражнение. Это будет сочетание гласных А, Э, И, О, У. Ну, казалось бы, ну такое легкое упражнение, что какую пользу оно приносит. Нет, оно как раз приносит пользу наблюдения за вашей артикуляцией. Через брошено, язык не задействован, просто поем нейтральное А. Переходим в Э. Наблюдайте, куда делся корень в языка. Корень языка немножечко зашел внутрь. Он как бы немножечко потянул за собой основную плоскость языка, да, и весь язык превратился такой чуть-чуть, он как не медуза, а эти ракушки такие есть, которых потрогаешь, она так вжимается. Вот он сейчас вжался, правда? Дальше поем И. На букве И у вас самый высокий корень языка, правда? Язык изогнулся, приник ближе к верхнему небу, А. И. Дальше О. И. О. Язык прогнулся, создал такую как бы ложечку здесь. О. Это самое глубокое положение корня языка. И следующее У. У. Опять нейтральное. Или чуть-чуть погашенное, чуть-чуть низ. Но в основном нейтральное лучше. У. Потому что у звук, все-таки центр звука будет на верхней губе, а не здесь. Еще раз проделываем без уже остановок, просто наблюдая. Это упражнение наблюдения. Ставим нейтральное А. А. И. О. И. О. И. все время это разное. Видите, мышцы реагируют на гласные и создают эти формы. В этих формах открывается пространство. И потом вот эта вот вибрация внутри этого пространства дает вам различный резонанс в зависимости от гласной. Кстати, посмотрите мое видео про гласные. Там тоже вот этот аспект прорабатывается, если вам интересно идти дальше. А теперь мы поговорим о резонансе, который создает язык. Например, если я буду петь в нейтрале сначала мой язык, вы видите, он никуда. Он не слишком близко, не слишком далеко. Вдох. Теперь я буду просто рукой показывать, что происходит внутри, чтобы вам как бы понятно было. И вы можете сами это же проводить, эти же манипуляции, эксперименты сейчас с корнем языка. То есть вот это язык, вот это корень, а это мышца, которая вниз идет в гортань. И она вот иногда создает, кстати, зажим голоса у людей, которые не осознают, что именно она создает этот зажим. Итак, я беру спокойно, кладу вот просто на вдохе, как есть язык. Я ничего с ним не делаю, не напрягаю, не включаю его. Видите, звук меняется даже акустически. Чем глубже у меня корень языка. Тем более крупный, темный. Это канал, кстати говоря, в грудь, заваленный корень языка. Но если он слишком гиперемирован, вы получите заваленный звук. Как мешок с картошкой. С этим можно работать, но очень осторожно. То есть не перегибать слишком. За шиворот не надо. Однако у меня есть, например, ученица, которая имеет слишком тонкий, слишком звенящий, слишком, знаете ли, такой детсковатый звук. И она работает именно с оперным голосом. Она хочет петь оперу. И поэтому я ей даю именно упражнение положить заворотник. Чтобы голос был более такой матерый. Чтобы был голос более взрослый. И чем у нее сейчас есть. Вообще американские студенты, очень многих есть вот такой тонкий, звенящий звук. Потому что сама их природа, как раз языка, язык, который вперед. Вот как мы начали передачу о том, что у всех американских исполнителей вы видите язык, когда они поют. Это нормально для них. Для русских исполнителей нет. Нормальное положение языка, немножко втянутые. Такая более народная манера. Поэтому вы можете тоже, наблюдая за манерой, за стилем, который вы хотите достичь, обратите внимание, что происходит с корнем. Иначе он просто вам разрушает стиль. И сейчас мы сделаем одно упражнение, в котором нам понадобится либо кусок ткани, либо такая толстая салфетка, потому что мы будем удерживать язык. Для чего это упражнение? Это упражнение разжимает зажатую мышцу корня языка. Пожалуй, это самая-самая зажатая мышца в силу психологических причин у многих людей нижняя челюсть и корень языка зажаты. Вот. И мы сейчас не об этом, не о вокальной психологии. Хотя это была бы интересная, мне кажется, тема. Одна из следующих тем моих следующих передач. Потому что в вокале психология очень сильно влияет на качество звука. И разжимая какие-то мышцы вокальные, и разжимая ваш звук, наконец освобождая его от вот этих вот накруток, иногда ментальных, вы звучите лучше и чувствуете себя лучше. Но это тема другой передачи. Итак, нам понадобится салфетка. И это упражнение могут использовать мужчины для того, чтобы выровнять выход наверх. Был, кстати, вопрос, как выходить наверх. Вот у меня такой тяжелый голос, наверх не могу выйти. Я написала ответ, потому что это балласт, который не надо с собой тащить наверх. Нужно, используя отключку корня языка, переводить мышцы на другой этап работы. Те мышцы, которые уже будут вас вести вверх, как более головного резонатора мышцы. И, конечно же, корень языка в них не принимает участие. Для вокалистов-эстрадников тоже, особенно для девушек, которые переходят из классики в эстраду, такое положение языка вперед будет помогать им сделать звук ярче, более на микрофон, более сухой звук, более центрированный звук. Поэтому упражнение, которое мы сейчас делаем, выворачивает язык наизнанку, вот сюда, наперед. И помогает вам отключить корень языка. Это не значит, что вы так будете петь. Это просто вас приучает к тому, что вы можете петь и без корня языка. Итак, я сначала покажу для мужчин. Захватываем язык, не сильно тянем его наружу, просто нормально его удерживаем в нейтральном, более вытянутом вперед в состоянии. И потом над звуком вдох, над звуком плавно начинаем ходить по ступеням. Пять ступеней вверх и вниз, самое простое, что только можно выдумать. И когда вы дошли до верхней спокойно, вы смотрите, как легко вам перенесся звук из-отсюда, вот сюда. И это делает ваш звук легче, когда особенно ваша траектория восходящая, вам нужно тянуть диапазон. Допустим, вы расширяете свой диапазон. Но главное условие, вы не можете в этом упражнении использовать яркий, крепкий звук. Не надо. Мы здесь просто намечаем эту траекторию. Поскольку для меня это низкая часть диапазона, я начинаю грудь, отвечает, резонанс идет. Потом мой звук обходит обходит вот это место. И выходит выше этого места по звучанию, прямо на усы, там, где уже начинается голова. Головной резонатор, центр звука отвечает. И таким образом звук становится более прозрачным, более легким для звуковедения. У меня балласта там вообще уже никакого нет. А по ощущению это другое. Это как бы же не рот поет, а под ноздрями усы поют по существу. Женским голосам такое положение языка и это упражнение помогут. Звук выровнять, сделать его более узким, целенаправленным. То есть сконцентрирует звук. А также поможет найти миксд. Вообще это упражнение поможет найти миксд, потому что миксд это соединение головы на самых кончиках головы и груди. Это упражнение хорошо вам освободит головной резонатор. У звука не будет другой возможности, как только выйти над языком вот в эту часть головы и начать уже петь чистой, хорошей, плотной головой. Особенно это для женщин, полезного у которых есть тусклое звучание, которым нужно активировать звук и найти его центр. То есть отключая корень языка, отключая язык, вы находите другие ресурсы, которые в звук поведут, но уже не в зажатом состоянии, а уже резонаторами. И также вы заметите, что у вас больше стало, опять мы провоцируем диафрагму, включаться в процесс, да, а не сидеть отдельно и ждать специального приглашения. Она сама начнет выталкивать воздухом этот звук через вот уже часть, вот центральную часть лица, вот эту маску и головной резонатор. То есть таким образом замиксировать можно звук. Поэкспериментируйте в разных частях диапазона с этим открытым, свободным, как бы белым, условно говоря, звуком. А в случае, когда нам нужно, да, пришел человек на занятие, у него, а, носовой призвук, б, слишком яркий зажатый звук. А-а-а-а. Такого плана. Или женские голоса есть. Ля-ля-ля-ля-ля. Микки Маус такой. Вот. Ему нужно этому голосу погрузиться. Ему нужно открыть канал в грудной резонатор. И тогда мы используем наоборот. Мы язык перекатываем в сторону, вот в этот карман, да, воображаемый карман, за воротник. Вот. И тогда именно погружение в гортань, погружение корня языка назад, я говорю, центруйте звук между ушей. О-о-о. Вам даст этот канал, эту трубу расширяет. Тогда вам придется, конечно, больше качать воздуха. Но здесь вы уже получаете объем в голосе. А-а-а-а-а. Такой примитивный. обогащённый. Давайте посмотрим на примерах. А в Марии Маскалье, сельская часть, есть ход наверх. Переход с ту на кэ будет довольно сложный. Всё дело тут в языке. Посмотрите. Где мы там поём? В слове ту язык будет очень глубоко. Потому что это низкий звук, потому что это более к грудному, и потому что здесь сама буква У провоцирует сделать эту трубу и погрузить язык. А в слове кэ, если вы будете держать язык в таком же положении, как она только что была в ту, давайте представим. Получается вот такой зажатый, глубокий и странный довольно-таки звук. Поэтому манипуляция с корнем здесь нам поможет осветлить эту верхнюю ноту, сделать лучше переворот и выйти в верхнее звучание ярче и более комфортно, да, расслабленно. Поэтому я слегка приподнимаю, делаю его в нейтральном, потому что если слишком, слишком высоко, получается разная вот, да, градация поворота корня языка вам сделает разную интонацию и разные вообще самоощущения. Поэтому не теряя комфортного состояния, мы должны выпрямить язык. Любая гласная, любая интонация, которую вы создаете, она напрямую связана с языком, с артикуляцией именно корня языка. Где-то ложечкой, где-то бугром, где-то проваленной. Это очень важно тоже осознавать и тренировать. Второе. Например, это Здесь может быть такая трудность. Я просто на вскидку беру миллион песен, миллион кейсов, которые мы можем рассматривать, но на данном этапе, вот как пример. Что делает корень языка здесь? Традиционно, когда человек начинает его разучить, особенно русскоговорящий, у него будет страшный зажим. Ну, в большинстве случаев, не у всех, слава богу. Но у некоторых зажим на mind. Почему? Потому что mind – это уже край грудного. Край грудного. И в нормальном состоянии I hope you don't mind. Mind. Язык хочет завалиться. Mind. Сделать нормальное свое движение, которое он обычно делает на этом участке диапазона. И поэтому мы пытаемся избежать завала языка mind. По такому принципу. А вываливаем его, наоборот, наружу. Mind. Mind. И таким образом звук идет насквозь. Прямо напрямик. Не заваливается, не зажимается. Он нам разжимает усы, которые мы делали. Помните, когда мы держали салфеткой язык? Да и звук получается намного интереснее. I hope you don't mind, I hope you don't mind, that I put down in words, how beautiful life is, how beautiful life is, how beautiful life is, you're in the world. Существуют разные упражнения, артикуляционные для того, чтобы развивать язык. Я ими не пользуюсь на вокале. Почему? Потому что вокальность, вокал сам по себе, фонация сама по себе, она всегда неотъемлемо связана с теми примочками, с теми триггерами, которые мы находим для определенного решения наших задач. Поэтому, например, такие упражнения, как водить языком, вот сами по себе, так же, как и чисто дыхательные упражнения, дышать, никогда не даю на своих уроках, потому что мне кажется, это бессмысленно. Триггер должен находиться в концепции звук и движения, звук и мышечная какая-то акция. Поэтому, может быть, вы мне сможете сами даже поделиться своими наработками, своими упражнениями, которые развивают именно подвижность и свободу этой мышцы, которая, в общем, является для многих камнем преткновения. Ну, по крайней мере, сегодня мы уже задали какой-то ряд таких идей, таких упражнений, которые на первом этапе вам дадут возможность маневрировать с вашим языком осознанно, да, и не идти у него на поводу, а именно создавать звук, который вы хотите, который вам легче исполнять и который, в общем-то, по концепту этой песни затребован, по стилю этой песни затребован. Ну, так, пожалуй, закончим на этом. Я думаю, что базовые знания о том, каким бывает вокальный язык и вообще, что же с этим можно сделать, я сегодня вам дала. Пишите ваши вопросы в комментариях, обратите внимание на курсы, которые у меня есть на веб-сайте и которые вам всем рекомендую. Это курс исполнительского мастерства со всеми трюками, которые касаются именно того, как исполнять в стиле, как импровизировать, как звуком управлять, исполняя определенные задачи вокальные, а также курс чисто физический, чисто технический, наработки вашего красивого плотного звучания, и он называется «Фитнес для голоса». На этом, пожалуй, все. Буду рада вас снова увидеть в следующем видео. Расстаемся ненадолго. До свидания. Так, понятно. Возьмем другую. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»